Двор дома номер 70 по улице Ярошевского – центр притяжения для жителей Октябрьского района. Он широкий, просторный, здесь любят гулять с детьми. Но состояние подъездных групп, а также машины, припаркованные на тротуарах, немного портят приятную картину. Чтобы изменить ее, жители обратились к главе города. Машин очень много, дворы все соединены, и машин ставить некуда. И вот сейчас как раз столкнулись с этой, как у нас зимой сегодня много снега, трактор приходит чистить, приезжает, а машинами все заставлено. Перспективы развития двора жители обсудили с главой Самары Еленой Лапушкиной, которая приехала к ним после встречи на личном приеме граждан. Мэр оценила состояние подъездов и тротуаров и наметила план будущих работ. Жителям помогут оформить заявку на участие в региональной программе содействия. Тогда горожане смогут благоустроить двор по своему проекту. Обошли сегодня с вами двор, посмотрели возможность расширения дороги и устройства парковочных карманов. Конечно, вот на первый взгляд оно есть. Но нужно посмотреть схемы, как проложена коммуникация, надо посмотреть каким-то другим ограничением, и, конечно, это должно быть общее желание жителей. Осмотрела глава Самары сквер возле 48-го дома по улице Гагарина. Хотим сохранить вот все те же пешеходные тропы, которые есть, только сделать их такими, чтобы они удобные были, и наполнить это разными зонами, и для погулять, посидеть, и чтобы это можно было территорию как-то использовать, ну, зимой елку поставить. А вот территория озера Леснуха уже давно радует самарцев. В 2019 году здесь провели комплексное благоустройство. Сейчас местные жители любят это прекрасное место для прогулок, а потому заботятся о своей территории. Мы их призываем всячески, чтобы они за питомцами убирались, но в целом нельзя сказать, что это очень грязно. В основном люди откликаются. Также глава города проверила два здания на восьмой радиальной, которые находятся в муниципальной собственности, и хотят капитально отремонтировать, после чего разместить в них детский сад и одно из городских управлений. Андрей Горгуленко, Василий Калдашов, Константин Головин. События. Продолжение следует...